Сегодня у нас второе обучение, вторая школа из обучающего цикла школ «Первые шаги партнеров в бизнесе». И сегодня мы с вами говорим о том, как создать бесконечный поток входящих заявок, чтобы для нас с вами актуальная была задача не где искать людей, а как найти время для того, чтобы обработать входящие заявки от желающих людей, которые хотят узнать подробнее о вашем бизнес-предложении. Смотрите, нужно понять, что база контактов, которая есть у вас, это ваш золотой актив. И для того, чтобы ваш бизнес постоянно находился в растущей фазе, чтобы он был, так сказать, в тренде, чтобы у вас всегда было вдохновение и желание, вот с утра вы просыпались и начинали развивать свой бизнес с удовольствием. Не так, как большинство людей просыпаются утром с недовольством тем, что им нужно заниматься чем-то, каким-то нелюбимым занятием. А чтобы у вас всегда было хорошее настроение, понятно, что у нас с вами наши смартфоны зарабатывают, и нам уже придает это хорошего настроения. Но чтобы и самим было такое настроение на развитие бизнеса, нужно понять, что вам нужно постоянно работать над пополнением своей базы контактов. Поэтому вам постоянно нужно работать над тем, чтобы ваша база контактов увеличивалась и делать так, чтобы она все больше и больше становилась к вам лояльна. Я сразу хочу сказать, что я сегодня не дам какой-то волшебной таблетки, по которой ты сегодня взял одну кнопку, нажал, и завтра у тебя контакты с неба посыпались. Я таким не занимаюсь, и я понимаю, как создать долгосрочный, постоянный рост. Вот об этом я сегодня с вами и буду говорить. Поэтому нужно работать будет постоянно, но со временем вы будете, знаете, вот как обрастать, обрастать, обрастать базой лояльной аудитории, которая постоянно все больше будет, соответственно, вам доверять, и, соответственно, все больше будет увеличиваться ваша сеть. Вам нужно формировать такую базу контактов, с которой у вас будет постоянно доступ. То есть не так, что вы знаете, что у вас там кто-то есть, там кто-то есть, еще где-то, ну вот такая вот рассыпная, да, в итоге потом, когда тебе нужно собрать людей на мероприятие, ты не знаешь, за что хвататься. Хорошо бы, чтобы у вас была такая база, с которой у вас есть доступ, которая вы, ну, идеальная ситуация, это когда вы одной кнопкой делаете рассылку всем. Это самая идеальная ситуация, то есть это люди, которые сами подписались к вам на какую-то рассылку и ждут от вас сообщений. Вот это вообще самая идеальная ситуация. Но, может быть, могут быть и различные вариации. Ну, вам нужно понимать, что как вам нужно формировать такую базу, которая у вас есть, постоянно доступ, которые с каждым днем становятся к вам лояльнее, и вы в любой момент можете сообщить вам о какой-то им, можете сообщить им о какой-то предстоящей новости. Соответственно, такие списки можно, списки, базы, их можно ввести как в электронном виде, это какие-то базы рассылок, так и в бумажных. Есть и там плюсы, есть и минусы. Понятно, сейчас мы все больше уже переходим к технологиям, да, ведем какие-то, пользуемся различными сервисами, какими-то заметками, какими-то базами, ну, вот там, где все можно максимально автоматизировать. Но все равно перед каким-то мероприятием, ну, я вот лично люблю взять и записать список людей, с которыми я хочу связаться. Поэтому можно использовать и электронный, можно использовать и бумажный вариант. Теперь очень важно. Самый главный секрет, и вот я сейчас хочу тоже получить от вас обратную связь, согласны вы с этим или нет? Согласны ли вы с тем, что самое важное, почему человек приобретает себе, неважно, это продукт, это бизнес, это доверие, что только когда человек доверяет, только тогда он покупает. Согласны ли вы с этим, напишите, пожалуйста, единичку, если согласны, и двоечку, если, может быть, пока не согласны. Мое большущее убеждение в том, что только тогда, когда уровень доверия зашкаливает у человека, и доверие находится больше, чем у него доля сомнений, сомнений есть всегда. Это понятно, это нормально, все здравомыслящие люди, они что-то в своей голове обдумывают, мы с вами точно так же думаем, а так поступить или так поступить. Но если уровень доверия выше, то, соответственно, мы принимаем какое-то положительное решение. Если доверие меньше, чем сомнение, то сомнения побеждают. И нам с вами для того, чтобы люди хотели присоединиться к вам в команду, нужно работать над тем, чтобы постоянно повышать и повышать уровень доверия. Дальше сейчас будем говорить о том, как этот уровень доверия повышать. Ну, я хочу обратить внимание на такие формулировки. Кто-то категорически против того, чтобы работать со своими знакомыми людьми. Я прекрасно понимаю каждого, кто и хочет работать со знакомыми, и кто не хочет работать со знакомыми. Кто-то хочет работать только через интернет, и это я тоже понимаю, я тоже очень люблю работать через интернет. Но хочу обратить внимание ваше. Вот есть теплые – это те люди, которых вы знаете и которые вас знают. Как вы думаете, у кого чисто так вот гипотетически уровень доверия к вам выше? У теплого или у холодного рынка? То есть человек сегодня вас увидел первый раз в интернете, и человек, с которым вы на протяжении нескольких лет уже знакомы. Как вы думаете, у кого уровень доверия к вам выше? У знакомого или у незнакомого? Ну, я думаю, тут понятно, что, скорее всего, вам доверяют люди, которые вас уже знают. И вы, соответственно, тоже, когда вы видите человека в первый раз, или вы знаете человека уже несколько лет, то, соответственно, вы уже знаете, чего ожидать от того человека, которого вы знаете дольше. И это, соответственно, нам должно помочь в формировании правильных ожиданий в том случае, если мы выбираем путь работы с незнакомыми людьми через интернет. То есть там нам понадобились годы, месяцы для того, чтобы наработать определенный уровень доверия. А с людьми с интернета нам нужно максимально делать как можно больше действий для того, чтобы уровень доверия повышать. И, соответственно, когда ваш... То есть что мы делаем через интернет? Через интернет мы превращаем людей, которые нас не знают, которые нам абсолютно не доверяют, вот видят первый раз. И нам нужно вот эти холодные контакты превращать в теплые. И только когда эти люди становятся теплыми, когда у них уровень доверия зашкаливает больше, чем за уровень сомнений, только тогда люди принимают положительное решение. Напишите плюсик, пожалуйста, кто сейчас понял разницу между теплым и холодным рынком. Это просто нужно понять и не ожидать, что вы записали какое-то одно видео в интернет, и все, люди побежали к вам регистрироваться. Вам нужно записать, может быть, сотню видео, после которых люди начнут регистрироваться к вам в организацию и становиться, вот общаться с вами, как с человеком, которому они доверяют. Второй плюс-минус теплого и холодного рынка в том, что вы уже знаете, ну как бы те люди, которых вы до этого знали, вы знаете их качество. А на качество людей, которых мы берем себе в организацию, я бы рекомендовала обращать, ну, такое хорошее внимание, уделять этому вниманию. И, конечно, вначале особенно хочется как можно больше людей зарегистрировать, и все равно какие они там и все такое. Но, как показывает практика, лучше обращать внимание на качество людей, которых ты берешь себе в организацию. Понятно, что клиентами могут быть все, но все-таки если ты уже на первом этапе, когда общаешься с человеком, задаешься вопросом, готов ли ты каждый день общаться с этим человеком, ты отвечаешь нет, то лучше этого человека не регистрировать. Вот практика показывает так. Если да, то окей, регистрируем всех. Смотрите, небольшая статистика. У человека, у которого уже есть более 20 лет, ему, в его числе и знакомых, есть от 700 до 2000 знакомых. Соответственно, статистика бизнеса работает так. Вы сделали 100 предложений, у вас из этих 100 предложений произошло около 10 встреч и 1-2 регистрации. Все очень просто. Мы можем работать со своими знакомыми, мы можем работать с незнакомыми людьми, с которыми мы будем только знакомиться. Ближе к второй части сегодняшней встречи я вам покажу порядка 15 способов, где брать, ну даже не то, что где брать людей, а какие способы использовать для того, чтобы, во-первых, повышать уровень доверия и чтобы люди хотели обращаться к вам. Бизнес – это игра в долгу. Поэтому, когда вы сейчас только начинаете бизнес, либо начинать можно в любой момент, можно через полгода с момента регистрации, можно через месяц, можно с первого дня взяться и начать активно действовать, то я бы рекомендовала записывать всех, но все-таки отбирать. Почему? Я уже только что сказала. Если у тебя есть внутреннее ощущение, что ты не хотел бы с этим человеком каждый день общаться, ну то есть представьте ситуацию, человек, вы регистрируете человека к себе в организацию, и он вам на каком-то внутреннем уровне, он вам неприятен. У человека каждый день будут возникать вопросы. У него может быть что-то не получаться и так дальше. И вы чувствуете, что вам некомфортно общаться с этим человеком. Если вы этого человека регистрируете, у вас, соответственно, получается ситуация, что вам каждый день у вас будет неприятное ощущение, когда этот человек будет звонить вам, писать вам, вы будете его игнорировать, или вам будет это приносить какой-то дискомфорт. Поэтому нужно записывать всех, но отбирать тех, с кем тебе будет комфортно работать. По моей практике, опять же, вы можете поставить себе, вот прям прописать, с кем вы точно не хотите работать, и с кем бы вы хотели работать. То есть какие качества людей вы бы хотели видеть в своей организации, и каких людей вы бы точно не хотели видеть. Ну, например, с кем бы я точно не хотела работать. Это нытики, которым постоянно все не так. Это эгоисты, которые думают только о себе. Это люди, с которыми ты назначаешь встречу, он просто на нее не приходит, и потом ты даешь ему второй шанс. Он на вторую встречу тоже не приходит и не предупреждает об этом. Это уже такие звоночки полной безответственности. И, соответственно, я понимаю, что с этим человеком я бизнес точно не построю. И, например, это обвинящие люди, которые обвиняют всех вокруг. Им все кругом виноваты. И я понимаю, что завтра при первой какой-то сложности у него виноватой буду я. То есть так как люди относятся к внешним, ну, к другим людям, точно так же нужно понимать, что человек может относиться и к вам. То есть мои вот некоторые из пунктов я вот написала здесь, с кем я точно работать не буду. Вы можете прописать свои такие. И дальше, когда у вас есть, вот первый пункт, записываем всех, вы просто можете посмотреть, какие люди не подходят. Ну, вот они сразу не подходят, это вы просто им берете и не сообщаете о тем, чем вы занимаетесь. Для того, чтобы, знаете, вот раньше учили как? Пишешь список знакомых всех, вот кратенько, да, например, с кем ты учился в школе, с кем ты учился в институте, занимался, ходил на какие-то секции, работал на предыдущей работе, вы куда-то путешествовали. Записываешь вот различные категории людей, у тебя огромнейший список. И раньше нас как учили? Берешь и начинаешь звонить, приглашать всех в бизнес. Ну, согласитесь, странно. Ну, ты не общался с человеком год-два, там, с одноклассниками не общался, вообще там уже лет 10, кто-то 20, кто-то 30, и тут тебе сказали написать список знакомых, и ты начинаешь обзванивать их и говорить, давай делать бизнес вместе. Согласитесь, странно. Кто думает, что это не особо как-то, ну, вот вы не общались с человеком 20 лет, а он тут говорит, я вдруг вспомнила тебе и решил предложить бизнес. Как вам, странно или нормально? Странно, Анастасия думает. Ну, я согласна, что это всегда казалось странным. Да, очень странно. Отлично. Вот я тоже понимаю, что это как бы странно. Очень странно. Вот, вот, давайте общаться и понимать, резонируем, резонирует ли то, что я говорю с вами, и мне тоже понимать, о чем вы вообще в этот момент думаете. Это очень странно. Поэтому, когда вы написали такой список знакомых, те люди, с которыми вы общались раньше, у них хоть на чуть-чуть, но уровень доверия может быть к вам выше, и вы хотя бы знаете, что от этих людей ожидать. Ну, то есть, возможно, вы знаете каких-то людей, своих одноклассников, своих, там, как называться, сокурсники, своих, там, сотрудников каких-то, как очень ответственных людей. Ну, вот звонить ответственных или добрых, вот те качества, которые нужны. Вот, например, которые я внизу для себя здесь прописывала. Амбициозный, может быть, этот человек целеустремленный, может, он бизнес-ориентированный, самостоятельный, искренний, добрый, ответственный. Вот он вам подходит. Ну, пригласить его прям сразу, вот вы думаете не так, как-то странно. Согласна, странно. Но позвонить или написать, как дела, чем ты сейчас занимаешься, уже не так странно. Согласны? То есть, можно просто наладить с человеком контакт для того, чтобы самому понять, нужно ли ему делать предложение или не нужно. Потому что уровень доверия и у вас, и у него выше. Вам вот это, это не значит, что нужно работать только со своими знакомыми. Можно уделять какую-то часть времени для того, чтобы вспоминать знакомых людей и просто налаживать с ними контакты. Вот, то есть, это первый способ, который я бы вам рекомендовала не игнорировать. Вот, теплый, теплый. Причем, когда вы их вспоминаете, у меня множество раз такое было, когда ты начинаешь прописывать вот этот список, почему-то эти люди начинают, кстати, незадолго до того, как я присоединилась к экосистеме Феном, незадолго до этого я вспоминала про Рому, кстати, после этого мне о каким-то чудном образе, я вспоминала, я не искала, потом чудным образом, каким-то образом в социальной сети мне попалась фотография Романа, после этого мы опять случайно, якобы случайно, перелайкнулись в ТикТоке, и потом у нас завязалось общение, после этого теперь мы развиваем совместно бизнес. То есть, когда вы только о человеке вспоминаете, каким-то чудным образом я в чужих городах встречала тех людей, о которых вспоминала. То есть, эти люди могут сами встречаться потом на вашем пути, и, соответственно, в такой вот, ну, как бы непринужденной обстановке вы сможете начать завязывать с ними общение, восстанавливать, возможно, нужные общения. Ненужные люди, они не будут появляться, а нужные будут притягиваться. Поэтому я бы рекомендовала не игнорировать, пусть будут, дадим шанс и знакомым тоже. Пусть они будут в наших списках знакомых, просто узнаем, как у них дела и посмотрим, подходят они к нам в бизнес или не подходят. Очень важно ваш внутренний настрой. Важно, вот прям, знаете, как гравировку себе сделать, что вы сторона дающая, а не просящая. Не нужно никого убеждать, вот просить, прийти там на мероприятие, ты установи, пожалуйста, там себе приложение или еще что-то. Всегда нужно помнить, что вы сторона дающая, а не просящая. И вот этот ваш внутренний настрой, он будет транслироваться везде, в ваших социальных сетях, в ваших видео, в ваших постах. Все, что вы будете делать, вам нужно, как только, вот, ловите себя на вот этой мысли. Если вы чувствуете, что вы кому-то что-то как бы навязываете, вам нужно срочно остановиться и вспомнить, какое вот у вас гора золота дома находится. И вы сейчас отбираете людей, кому вы вот это золото передадите. На самом деле это так и есть. Вы видели, что сейчас происходит с курсом? Это просто ракета. А что будет дальше? И люди сейчас действительно, они должны быть благодарны, и они благодарны уже. Чем больше вы будете общаться с людьми, тем больше вы будете получать благодарных отзывов о том, что вы своевременно поделились с человеком информацией. Поэтому наблюдайте за своими внутренними настроями. и никогда не решайте за других людей, надо ему или не надо. Будет он лидером вашей организации или не будет, причем ни в плюс, ни в минус. Не надо ни на кого ставить больших ставок, но в то же время не надо пытаться всех спасти, переубедить и так дальше. Я, наверное, в течение, кстати, у меня первый год в бизнесе, у меня зарегистрировался тогда один человек. И я вообще вот целый год, никто ко мне не регистрировался. Это было ужасно. И я не могла понять, почему все мои знакомые тут же можно становиться миллионерами, а почему они не присоединяются, не развивают бизнес вместе со мной. И вот я искренне не могла понять, и я прям хотела их туда очень сильно привести. Потом я просто поняла, что не надо ни за кого решать, у каждого свой путь, и не надо их переубеждать. Вот есть у меня даже в команде сейчас такие люди, которые вот надо этого убедить, этого убедить, не надо никого. Мы даем людям информацию, решает человек сам, быть ему богатым или продолжать заниматься тем, чем он занимается сейчас. Готов он к переменам или придет немножко попозже. Так, это то, чем я хотела с вами поделиться в первой части. И сейчас мы переходим к самому вкусному. Кто готов к сладенькому? Напишите плюсик, пожалуйста, я поделюсь 15 способами, как сделать так, чтобы к вам люди стучались со всех сторон из разных социальных сетей, на что нужно сделать акцент. И прямо под запись можно сделать себе такой план, что нужно делать ежедневно для того, чтобы не в один день завтра к вам насыпалось, хотя есть и такой метод, насыпалось миллион заявок, а постепенно вы будете обрастать вот этим списком, даже не списком, а потоком заявок. Окей, вижу самых активных, активных и целеустремленных на развитие партнерской программы. Поехали. 15 крутых способов привлечения аудитории. Первое. Это социальные сети. Вам хорошо бы определиться, с какими социальными сетями вы будете работать. Первое. Это может быть Facebook, это может быть Instagram, это может быть ВКонтакте, вот это может быть LinkedIn, это может быть еще какая-то другая социальная, может быть кто-то еще, ну не то, что еще, а пользуются одноклассниками. Но я больше как-то дружу с Facebook, поэтому больше, наверное, Facebook здесь и буду говорить, что вам нужно зайти на свою страничку в социальной сети и посмотреть на нее глазами человека, который первый раз зашел к вам на страничку. Что находится у вас на аватарке? Что находится у вас вверху в закрепленной вот этой вот шапке? Картинка какая у вас? Есть поле для информации, где коротко можете написать информацию. И это то, что вот представьте, это ваша визитная карточка, когда люди будут заходить, а мы сейчас то, что будем говорить дальше, они после этого будут приходить к вам на страницу, и вот вы заранее должны подготовиться к тому, что они будут сейчас заходить. Вот в этом поле информация, где можно там буквально полтора-два предложения написать, ну, одно-полтора вот так вот кратенько, обязательно напишите пользу, какую пользу человек может от вас получить. Не то, что вы такой хороший человек, иногда бывает, вот просто человек описывает себя, а смотрите с точки зрения, если человек пришел узнать, какую пользу он хочет получить от вас. способы, которыми вы можете улучшать доверие. Это давать людям как можно больше пользы, быть как можно больше постоянными. Вот вся ваша стратегия через интернет, это польза и постоянство, польза и постоянство. Поэтому начинаем с оформления социальной сети, чтобы была качественная аватарка, чтобы ваше лицо было хорошо видно, желательно, чтобы вы были там без очков, желательно без головных уборов, чтобы вас было конкретно видно, человек зашел, увидел открытое лицо и понял, ну, вот открытость работает уже над тем, чтобы повышать уровень доверия. Какая картинка у вас закреплена в шапке? Посмотрите, зайдите на аккаунты успешных людей, посмотрите, что они закрепляют. Уберите, ну, в общем, посмотрите, что размещают люди, у которых есть результат. Я бы так сказала. То есть там покажите, возможно, свои какие-то достижения, которые у вас есть. Покажите то, что люди... Смотрите, почему люди будут присоединяться к вам? Они хотят быть похожими на вас и хотят иметь то, что имеете вы. Если вы будете это держать просто где-то спрятанным, человек об этом и не узнает. А первое впечатление можно произвести только один раз. Поэтому вот он зашел, и покажите, что есть у вас, и что у вас есть на сегодняшний момент уже. Может быть, вы путешествуете, может быть, вы семьянин, может быть, вы... Кстати, семья всегда повышает уровень доверия. То есть если вы можете разместить фотографию, где вы вместе с семьей, уровень доверия всегда к вам будет больше, чем там, где будет все закрыто. Дальше. Не будем, наверное, сейчас долго задерживаться на социальной... Именно на первом пункте. Я вам предложу, если у вас... Так как нам сегодня нужно много вот этих пунктов разобрать, мы по каждому пройдемся вкратце. А если вам, ну вот, вы скажете, о каких пунктах вы хотели бы узнать подробнее, то мы проведем отдельно еще обучение следующее, где разберем какие-то конкретные, может быть, пункты более подробно. Так, второй пункт. Это стратегическое планирование ведения социальных сетей по контент-плану. Можно работать хаотично. Захотелось – опубликовал. Не захотелось – не опубликовал. Захотелось – ушел из социальной сети на неделю, две, месяц, а потом вернулся. И думаешь, почему из социальных сетей к тебе никто не пишет. Потому что постоянство и польза. Люди должны получать от вас пользу постоянно. Тогда уровень доверия будет постоянно увеличиваться. И тогда, когда вы будете давать какое-то бизнес-предложение, на вот этом высоком уровне доверия люди будут хотеть узнать подробнее. Социальные сети нам нужны для того, чтобы отфильтровать людей. И вот как наживка, можно так сказать. То есть человек захотел узнать подробнее, обратился к вам в личку. Поэтому ввести социальные сети лучше составить себе какой-то определенный план. Лучше ввести социальные сети по принципу 30%, 30%, 30%. То есть равномерно делить информацию, какую-то давать пользу, нейтральную информацию о себе, свои какие-то развлечения, пошел по парку погулял, показывать себя как открытую личность. И 3, 2, 3, 3, 30% – это ваша какая-то бизнес-информация о том бизнесе, которым вы занимаетесь. Окей. Постоянство, польза, 30, 30, 30. Дальше. Аудио и видеосообщения работают многократно лучше, чем текстовые сообщения. Если вы сейчас совсем только новичок, то можно начать работать хотя бы даже с текстовыми сообщениями. Но очень рекомендуется использовать видео и аудиосообщения, потому что аудио и видео повышают уровень доверия. Человек считывает не просто написанные буквы и множество восклицательных знаков, что может наоборот оттолкнуть, а человек считывает ваши эмоции. Эмоции работают лучше. Даже если вы записываете голосовое сообщение «Привет, Наташа, увидела тебя давно, не общались в социальной сети, как дела?» Это работает лучше, чем вы напишете это текстом. И Наташа, скорее всего, ответит вам, ну, больше, больше она вам ответит, потому что она услышит ваш искренний волос. Или она подумает, что это просто спам. Знаете, спамеры пишут «Привет, как дела?» Точно так же и если человек к вам обращается или вы сами отобрали человека по какой-то причине, что вы хотите ему сделать бизнес-предложение, запишите только коротко. Не 3-5 минут, а вот прям коротенькое сообщение для того, чтобы человек среагировал. И по его реакции вы уже будете понимать, что делать дальше. Когда мне записывают долгие или 10 одноминутных, или сколько там в Фейсбуке, можно вот там коротенькие, Фейсбук специально сделал коротенькие, но люди же делают как? Коротеньких намного. И одно, второе ты максимум послушал, тебе неинтересно и пролеснул. Поэтому не делайте так. Записывайте коротенькое и смотрите на реакцию человека. И записывайте следующее уже после его ответа. Следующее, добавлять новых друзей. Если вы сейчас, а сейчас я знаю, что много людей, как бы это ни звучало, но много людей все-таки сейчас, кто-то сейчас только завел Инстаграм, кто-то сейчас только нашел для себя Фейсбук, кто-то нашел еще какую-то соц. Телеграм. Ну, это нормально, каждый где-то в своей, занимался чем-то своим, может, был в одноклассниках, а сейчас понял, что нужно там в Инстаграм идти или еще куда-то. То вам нужно работать над пополнением, постоянным, своей базой. Своей базой. То есть вам нужно делать так, чтобы постоянно у вас количество наблюдателей увеличивалось. Соответственно, нужно самим добавлять друзей, делать это либо вручную, либо при помощи различных программ. Сейчас автоматизация дошла до того, что вы можете сами задать какие-то критерии в определенные программки, что вы хотите там, чтобы программа нашла вам женщин, или мужчин 40+, которые живут там в Москве, например, и интересуются бизнесом. И программа вам будет добавлять именно этим друзей. Или вы делаете это вручную. Вписываете в поиски «Москва», там, мужчины, фильтруете там ВКонтакте, например, 40+, и вам показываются люди именно такие, вы таких добавляете. Но постоянно нужно увеличивать, самостоятельно делать какие-то действия для того, чтобы друзей становилось больше. Следующий способ – это комментарии. Комментарии друзьям, комментарии известным личностям и искренние ответы на комментарии, которые пишут люди к вам. То есть это нужно быть живым человеком, нужно быть не роботом, нужно уделить там 15 минут в день, но напиши и зайди несколько качественных комментариев, в которые люди увидят, что ты написал интересный комментарий, они зайдут к вам на страничку посмотреть, кто вы такой, а ваша страничка по пункту первому уже подготовлена. Там красивая аватарка, там у вас написано, чем вы занимаетесь. Кстати, по поводу оформления, уберите то, что вам не нужно для вашей сейчас целевой аудитории. То есть кто-то жалеет о том, что там вот я же тут работал, это же моя память, это как альбом детский, вот это моя память. Но вы подумайте, вам это нужно, чтобы ваша аудитория отвлекалась еще на какую-то параллельную информацию. Если вы считаете это плюсом, оставляйте. Если вы считаете, что это не важно, то просто уберите лишнюю информацию, чтобы человек получал именно то, что ему поможет заинтересоваться вашим актуальным на сейчас предложением. То есть чтобы люди привлекались к вам, вам нужно самому быть интересным, писать комментарии. Например, заходите на какого-нибудь бизнес-тренера, у них интересные посты, напишите какой-то интересный комментарий, поделитесь своим опытом. Это привлечет людей к вам на страничку. На страничке они увидели, чем вы занимаетесь, вряд ли сразу попросились на консультацию, но добавиться в друзья или поставить вам лайк, или написать вам какой-то комментарий, они способны. И вот тут вам нужно подхватить этого человека. Увидели незнакомый лайк, пойдите тоже зайдите к нему. То есть начните выстраивать искренние, настоящие отношения. Если вам кто-то пишет комментарий, минимум поставьте ему лайк. Не надо игнорировать. Ну, представьте, вам кто-то что-то сказал, вы просто вышли и ушли. А я знаю, что зачастую так происходит. Человек что-то написал в комментарии, увидели, посмотрели, ну и все. Ставьте лайк и отвечайте людям, вовлекайте их постоянно в общение. Так, идем дальше. Следующее. Знакомство с новыми друзьями, которые сами добавляются. Тоже. Бывает, у кого-то больше активно, у кого-то меньше активно. Люди сами добавляются в друзья. Опять же, как это происходит? Когда вы пишете комментарии, когда вы делитесь пользой, люди видят эту информацию и добавляются к вам в друзья. Или бывает вот в Фейсбуке, например, там есть какая-то такая магическая функция. Во-первых, в Фейсбуке люди сами могут добавлять вас в группы, не спрашивая вас об этом. По-моему, ну я больше не знаю, где еще такое возможно, но вот тут вот это возможно, причем это незаметно. То есть, если, допустим, добавили меня там в Телеграме, в какую-то группу, я об этом знаю. В Вайбере я знаю, ну это сразу видно. А в Фейсбуке не всегда это видно, бывает вообще не видно. Но оттуда потом начинают добавляться разные люди в друзья. И пока у вас список маленьких друзей, то вы, соответственно, практически всех с адекватными аватарками добавляете к себе в друзья, принимаете их заявки. И нужно не просто добавлять их, а заводить знакомства. Приветствую, благодарю, что пригласили меня в друзья. Скажите, пожалуйста, чем моя страничка вас заинтересовала? И даже если это автоматический какой-то контакт, то вы, во-первых, увидите живой, неживой человек. Большинство будут вам отвечать, что просто вы там понравились на аватарке или еще что-то. И вы сможете продолжать вот эти диалоги. Это все будут живые общения. Не нужно ждать, что вот они добавились, и сразу они будут регистрироваться. Уровень доверия. Уровень доверия. Постоянно нужно нарабатывать уровень доверия. Чем больше мы общаемся, тем больше уровень доверия. В Фейсбуке до 5000 людей вы можете добавить в свои друзья. Поэтому потом, когда этот момент, он обычно приходит незаметно, вроде ты думал, у тебя большой лимит, а потом раз, и уже все. Добавлять ты больше не можешь. Поэтому лучше подготовиться заранее и завести себе бизнес-страницу. Либо просто ввести бизнес-страницу, либо и ту, и ту. Можно вот просто личную страницу делать более личной, а бизнес-страницу более бизнесовой. Но все равно на личной делать вот эти 30-30-30, а на бизнес можно просто по бизнесу. И на бизнес-странице нет вот этого ограничения. И, соответственно, с бизнес-страницы вы можете делать, сейчас будет дальше этот пункт, под пунктом 10, и с бизнес-страницы вы можете делать репосты, вы можете и с той делать, и с обычной страницы, и с бизнес-страницы, делать репосты в целевые группы, в те группы, в которых находится ваша целевая аудитория. Ну, давайте по порядку. То есть и со своей основной страницей, ну, как основной, может быть, у вас основная и бизнес-страница, может, и ваша личная. Неважно, основная, не основная, вы из той, из той страницы можете делать репосты полезной информации. Всегда, когда я делаю какой-то полезный контент, какие-то видео, и размещаю этот полезный контент в целевые группы, то есть какие-то бизнесовые, какие-то инвестиционные, какие-то интернет-проекты, вот ничего ты не продаешь, просто даешь пользу. Всегда из этих групп заходят люди потом в друзья, либо пишут в личку узнать подробнее о том, чем я занимаюсь. Поэтому возьмите себе на заметку не продажные посты репостить, хотя тоже их туда нужно репостить, потому что там наша целевая аудитория. А просто полезное, то, чем вы, вот то, что вы сейчас научились, вот возьмите сегодня, может быть, после вот этой школы, напишите три способа, как привлечь людей к себе в организацию. Написали такой пост и сделали репосты в социальные сети. Увидите новых друзей у себя, увидите лайки, увидите вопросы, которые люди будут задавать, о чем ты занимаешься. Может быть, не с первого раза, просто возьмите себе за правило так делайте и увидите, что это будет опять увеличивать доверие, увеличивать количество заявок. Всегда под своими постами пишите хэштеги. Целевые хэштеги, хорошо бы сделать, это ключевые слова, которые, по которым люди могут, и люди, и поисковые системы, и сами социальные сети могут показывать, ну, то есть помогать людям находить вас и вам помогать находить другую информацию. То есть под свои, когда люди будут искать, например, Феном, они будут искать Феном в какой-то социальной сети, вы написали под своим постом Феном, и, соответственно, социальная сеть с большей вероятностью покажет ваш пост тому, кто ищет, чем если у вас этого хэштега не будет, ну, соответственно, меньше вероятности, вообще никакой вероятности, что этот пост будет показан тому, кто ищет Феном. Понятно, что такое вот эти моменты сейчас понятны, напишите, пожалуйста, плюсики, что мы тут пропустили, авторская польза, я сказала, авторские видео. Ну вот, смотрите, польза в целевые группы и восьмой пункт, на восьмом пункте я делаю акцент о именно видео. Видео увеличивают уровень доверия. Записывайте, вот возьмите себе за правило делать полезный контент. Вы увидите, насколько это увеличивает поток, ну, входящий поток. То есть это можно размещать и в социальных сетях, их же делать репостами в ваши целевые группы. И также, конечно же, мы размещаем эти авторские полезные видео. Не надо там становиться, если вы сейчас не чувствуете себя суперспециалистом, записывайте то, в чем вы сейчас вот уверены, то, чему вы уже сейчас научились. Люди любят живых людей. Люди любят истории живых людей. Они будут видеть, как вы развиваетесь. Вот даже если на базовом уровне вы начнете делиться полезной информацией в видео, ваш уровень мастерства, ваши навыки будут со временем улучшаться. Вы будете записывать новые видео. Люди будут видеть ваш рост. И, соответственно, вы уже выучили все больше вам доверять и с большей радостью обращаться к вам, чтобы развиваться вместе с вами. Следующий важный момент – это то, что в социальных сетях на сегодняшний момент, в таких, как Facebook, в таких, как Instagram. Я сегодня видела одного из спикеров, который говорил, пишите посты и будет вам счастье. На самом деле, большого счастья не будет, потому что Facebook, ну и, соответственно, Instagram – это все больше рекламные площадки. То есть это, как мы с вами понимаем, это экосистема, которая зарабатывает на том, что огромное количество пользователей там находятся, и этому огромному количеству пользователей Facebook продает рекламу. Вернее, показывает рекламу. Соответственно, крупные компании заказывают рекламу. И чтобы ваши посты были показаны большему количеству людей, за это тоже нужно платить деньги. Поэтому хорошо бы обратить внимание, либо вы хотите сами разобраться, как делать рекламу, либо вы найдете человека, который будет заниматься этим. Но нужно понимать, что огромного охвата в таких социальных сетях, как Facebook, Instagram на бесплатной основе не будет. Да, будет больше, если вы будете указывать там хэштеги, если вы будете делать красивые посты там с отступами, это будет приятно читать людям, они там будут коммуницировать, писать вам лайки, комментарии, это будет поднимать ваши посты, но не настолько, чтобы там тысячи людей, Facebook не будет показывать это бесплатно. Поэтому нужно обратить на такие моменты внимание и использовать рекламу как постов, использовать поднятие постов, использовать рекламу в группах, например, в Телеграме или у блогеров. То есть это сейчас большой рекламный рынок в интернете, и было бы желание. Следующий способ – это ежедневные сторис. Они работают лучше, если к ним прикреплять местоположение, причем это местоположение не обязательно там, где вы находитесь. Это такая фишка. Вы можете указывать там местоположение того, где бы вы хотели, чтобы ваш сторис больше показался. Ну, соответственно, если вы находитесь в какой-нибудь деревне и хотите показать ваш сторис где-нибудь в столице, например, то вы там указываете название столицы, и ваш сторис больше видят люди, те, которые находятся именно в столице. Также, чтобы сторис больше показывался, хорошо там указывать хэштеги. Тоже тогда люди, которые подписаны на такие хэштеги, там, как бизнес, инвестиции, там, пассивный доход или еще какие-то, то они подписаны и так на эти хэштеги, соответственно, они будут видеть и ваши сторис тоже. Следующий момент – это то, что многие игнорируют и думают, что это то, что раньше печаталось только в газетах, но на самом деле газеты тоже мигрировали в интернет, и объявления есть бесплатные, есть платные, их тоже можно использовать, и с них тоже можно получать входящий трафик. А вот следующий, 14-й и 15-й способ – это мои самые сейчас актуальные, самые любимые, самые результативные способы. Это персональный телеграм-чат. И супертренд 2021 года – это социальная сеть TikTok. Нравится, не нравится, но это не детская социальная сеть, это социальная сеть, в которой 2021 год объявлен годом экспертного контента. Соответственно, если вы хотите быть в тренде, если вы хотите получить бесплатный трафик, если в Facebook и в Instagram нужно обязательно платить за большой трафик, то в TikTok за большой трафик платить не надо, хотя можно. В TikTok достаточно поймать волну, уделить 10-15 минут на протяжении нескольких дней, зайти, посмотреть, чем живет TikTok, вписать туда ключевые слова, которые вам интересны, не просто зайти и посмотреть, ну, фигня, ну, большинство так делают, зашел в TikTok, ой, фу, тут что-то непонятное, и вышел. И говорят потом, да, там такая, ужас, в общем. Ну, это вот стандартно, с кем бы я ни говорила, я сама такая была. Пока я не прошла крутой курс, поняла, как живет TikTok, что там можно получать платежеспособную аудиторию, там можно получать взрослую аудиторию, там можно получать входящие заявки. И, соответственно, все, что вам нужно сделать, первый шаг – это зайти туда, чтобы я вам искренне советовала, и вписать такие ключевые слова, которые характеризуют, ну, которые вам интересны, по которым вы бы хотели посмотреть вашу целевую, что делают люди из схожей ниши, вот так вот. То есть написать там пассивный доход, написать там бизнес, написать там инвестиции, ну, вот те слова, по которым вы бы хотели прокачать себя в нашем случае в TikTok. И посмотрите, как другие люди позиционируют этот бизнес, позиционируют себя и определиться, хотите взяться, значит, беретесь. Но это точно работает, вот в этом я могу быть точно уверена. И ваш персональный Telegram-чат – это то место, как раз, помните, вначале мы говорили о том, что вам хорошо бы иметь какой-то сервис, в котором вы бы могли одной кнопкой мыши или просто по смартфону, по экрану нажать, и большое количество людей бы получили от вас уведомления. Вот как раз Telegram-чат – это один из способов, когда вы можете как раз формировать такую базу, и люди, вы туда будете публиковать каждый день посты, да, это нужно, да, там хорошо тоже быть в видео, записывать аудиосообщения, видео-сообщения, текстовые сообщения, делать репосты из официальных источников относительно бизнеса, и потом, когда у нас проходит какое-то мероприятие, оповещать этот чат о том, что у нас такое мероприятие проходит. Это, если кратко, друзья, подытожить, я бы хотела вот такими моментами, как увеличить конверсию этих всех способов. Во-первых, поставьте себе за фокус не просто давать людям информацию, а максимально быстро выводить их на встречу, то есть каждый ваш разговор, когда человек выходит на связь, или вы сами вышли с ним на связь, узнать, как ему информация работает, у него приложение, или еще что-то, каждый раз предлагать человеку свою личную консультацию, то есть максимально быстро выводить человеку на встречу. Как только вы сместите фокус с раздачи просто презентации на встречу, у вас конверсия будет лучше. Дальше, что нужно себе вот как закрепляющее такое, понять, что нужно, не нужно ожидать результата с первого касания, с первого предложения. Все люди живые, у всех свои какие-то задачи. Сегодня он лучше воспринял информацию, что сегодня уровень доверия еще ниже, чем уровень сомнений, чем больше вы ему даете информацию, тем больше уровень доверия. Соответственно, делать несколько касаний, делать последовательные касания, вести людей, ну вот, то есть давать информацию, дал информацию, человек пошел смотреть, через время спросить у него, как тебе информация, ты успел посмотреть? Да, есть у него какой-то ответ. Дальше, он сейчас не готов принять решение, не забывайте про него, а уточните. Окей, я понял, сейчас ты остаешься там на бесплатной версии, все нормально, зарабатывай, скажи, пожалуйста, если у нас будет важная информация, тебе сообщать? Да, сообщать. Окей, вы знаете, что информация в голове человека держится 48-72 часа. Вот если вы ему за это время новой информации не придадите, то он либо идет совсем в другое направление и забудет о том, он забудет, ну так строится, так устроен мозг человека. Поэтому вам просто периодически нужно делать повторные касания, но смотрите, будут люди, которые будут переставать отвечать, это тоже нормально, то есть это показывает то, что он и не нацелен на то, чтобы принимать решения. А те люди, которые искренне заинтересованы, ну пока было не время, пока у них вот эти вот уровни, доверия было меньше, то, соответственно, если ему по-настоящему было хоть чуть-чуть зацепился он, информация его зацепила, то со временем он будет становиться вашим партнером. И минимум один раз в неделю информировать своих людей, которых вы ведете, о важной информации. Желательно с какими-то фактами, но у нас без этого никуда, у нас постоянно есть какие-то факты, у нас постоянно есть рост актива, у нас всегда есть чем поделиться. Главное не забывать, раз в неделю – это минимум. Субтитры создавал DimaTorzok